Россияне набрали кредит на рекордные 37 триллионов рублей, видите, сколько можно их, на сколько отправлять в армию. 37 триллионов рублей, да, это больше, чем ВВП России, вернее, больше, чем бюджет России, да. Поэтому я что могу показать? Я могу сказать, что без прощения этих долгов ничего не получится, будет полная жопа. Вице-премьер Чернышенко, мы сломали туристическую колониальную зависимость, все россияне теперь стали отдыхать в России. И престижно стало, да не престижно, просто половина россиян должны деньги и не могут выехать за границу. У другой половины, у другой части денег нет, а третья часть на фронте. Поэтому все отдыхают в России, только одни в окопах отдыхают, или в Украине еще отдыхают в окопах. Мэра Казани заметили в часах Ролекс, а они хотели, чтобы он ходил в часах Победы. Говорят, что стоимость этих часов больше, чем есть весь его годовой доход. А он что, на зарплату живет? Вот эти вот особенно либералы. Вот у них там высокая зарплата, да хоть один из них живет там на зарплату. И сами эти либералы в этой системе работали, они ничего не знают, на какие деньги там живут. Чувак там был замминистра экономики, да, или помощником там, и рассказывает про то, какая большая зарплата у Путина и у прочих. Ну, это просто обхохочется. Это просто бесстыдство какое-то. Понятно, что там на зарплату не живут, а не воруют в безумных количествах. Башкирские власти закупают патроны для увеличения продолжительности жизни. Это обхохочется. Администрация города Октябрьский закупила 30 тысяч спортивных патронов для стрельбы в тирах. А, значит, проект «Демография», откуда они взяли деньги. Демография хорошая. Глава администрации Сибаев в Башкирии объявил сбор оружия. Но это уже не первый. И он, да, то есть они, видите, все-таки поняли, что с дронами камикадзе лучше всего бороться при помощи дробовиков обычных. Это то, что я с самого начала, помните, говорил с самого начала войны, даже еще раньше, что ружье на войне – вещь незаменимая. Они идиоты, конечно, были, внесли бешеные потери. Сейчас вместо того, чтобы в Министерство обороны покупать эти ружья, они их собирают у граждан. Но это обоссаться. Сразу вспоминается газета «Казанская» за 1918 год, которая просила собрать для красных военлетов оружие. В основном маузеры и револьверы. Ну, имелось в виду пистолеты и револьверы. Собрать для красных военлетов, потому что их нечем было оборуживать. Депутат Госдумы Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь, наркотики перед выходом на сцену. Вот когнитивный диссонанс это вызывает. Вот скажите, вот в чем парадокс? Депутат Госдумы Хамзаев предлагает тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену. Вот в чем парадокс, а? Вот скажите мне, вот я хочу послушать вас, они сами на наркоте, правильно, то есть он не предлагает, сука, тестировать депутатов, там все в кокаине, вся дума, то есть те люди, которые тогда еще, когда можно было туда заходить, брали салфетки, да, вытирали подоконники в туалете, и потом эти салфетки сдавали на экспертизу, везде был кокаин. То есть там вся эта дума сидит на кокаине, все бухают, ширяются, а проверять на алкоголе наркотики эта сука хочет артистов, какая связь-то вообще, артист, ну артист, он выходит на сцену, ну под шофе он выходит, даже, знаете, он чем-то долбанулся, он артист, он выходит, клоун, да, показывает там номера, а это депутаты, и они не хотят. Помните, когда были выборы в Госдуму, я предложил как кандидат всем пройти тест, я один прошел тест, один только пошел, и прошел, сдал кровь, мы сказали, ну все нормально, там ни наркотиков, ни алкоголя, да откуда бы они могли взяться, да. А Жириновский сказал, ты езжай, я за тобой следом приеду, хрен он за мной следом приехал. Лишь бы я за ним следом не приехал, а он-то ладно. Таможенники задержали опасный груз для нравственности россиян. Это книга о Владимире Зеленском, представляет книга американского журналиста Саймона Шустера, Шоумен о президенте Украины, приехала из Польши, ее заказал 38-летний россиянин, он признался, что коллекционирует историческую литературу, и все, повязали, таможне схватила. Я помню, когда служил в погранвойсках, в советский период была такая формулировка «идеологически вредная литература». Однажды на Береговой отмель я нашел очень много, ну не только я, вся застава идеологически вредной литературы, ее сожгли в кочегарке, а потом, когда у меня устроил особист Шмон в моей машине ВПМ-90, он изо всех щелей достал 127 экземпляров идеологически вредной литературы. Он охерел, потому что, вы понимаете, это состав преступлений, тогда войска КГБ, чувак там запрятал такое количество. Ну мне просто было западло, что они сжигают в кочегарке, а они были запаяны в целлофан и пущены по течению, вылетели на берег. И когда он меня спросил, Комаров этот, говорит, зачем ты столько-то собрал? Не, зачем тебе нужна идеологическая вредная литература? А тут картинка красивая, Надембельский альбом, 127 экземпляров. Но я понимал, что надо что-то сказать, чтобы как бы скандал прекратился. Ну, меня заставили это все сжечь, но надо было сказать, что на дровяном складе у меня еще больше было спрятано. Так что, в общем-то, я это все сжег спокойно совершенно Советский Союз, идеология и так далее. То есть было важно, чтобы эта идеология не подрывалась. А сейчас-то какая идеология? Никакой идеологии нет. Как можно путинскую идеологию подорвать, если ее нет? Продолжение следует...